Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 40 стихи. Когда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Толкование блаженного феофилакта. Господь не прежде рассуждений награждает или наказывает, потому что Он человеколюбив. А этим и нас научают тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответные. Святые называются благословенными, как воспринятые Отцом. Господь именует их наследниками Царства, дабы показать, что Он делает их общниками Своей славы, как чад своих. Ибо не сказал, примите, но наследуйте, как бы некое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный потому уже самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых, а вместе и их благомыслие. Как по скромности они не признают себя питателями Господа, но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Все толкование на эти стихи. Вот тут, когда говорится, посетили, навестили, вот на это церковь всегда делала упор. Это я вакуум проповедовал, это проповедовал Никон. Так это проповедуют у мусульмане и буддисты. Вопрос-то идет о том, что делами никто не спасется. Это когда делают во имя мое, во имя Христа. Только во имя Христа. Вот это принимается. А это как раз и не подчеркивается. Вы творите добро, творите добро. Крепостные, другие. Но какие возможности-то этого добра были, привязанные к одному месту, ничего не имеющие, как в колхозе. Колхознику трудно было творить добро. Другое дело, там врач где-то работает, как Чехов Антон Павлович. Поэтому главная проповедия должна быть о рождении свыше и о водительстве Духом Святым. Израиль, не разумея этого, своей праведностью пытался достиг и не достиг. Вот послание к римлянам апостол Павел и подчеркивает это. А далее и далее верующих посетили, навестили. Кого? Верующих в меня, говорит Господь. А не просто я пошел и кормить бомжей. Вот сейчас придумали бомжей кормить. То есть здоровые, крепкие мужики пьют, гуляют, а их еще и кормят тысячи. А они вполне пенсию могут получать и получают. Вот сейчас социальная служба смотрит за этим. Во времена Василия Великого, Григория Богослова не было никакой помощи. Ни пенсии, ничего не было. Вот что ты накопил, это твое, этим питаешься. Вообще удивительно было. Сейчас я не знаю, какая страна такая, чтобы пенсии не давали. Поэтому мы видим явный недостаток государственного устройства в прошлое века. Оно и сегодня-то не все в порядке. Но верующих во Христа посетили, навестили. Не просто бродяг, неверующих. Им можно помогать, но надо понимать, что к прищу это не вписывается. Верующих в меня. И делает это верующий во имя Иисуса Христа. Это непрерывно нужно показывать. Творите добро всем, а наипаще своим поверят. Что тут непонятно. То есть в первую очередь своим. Кто о домашних не заботится, отрекся от веры. А какой домашний? Верующий, неверующий, не указывает. Значит, о всех. Как заботиться? Чтобы обратились к Богу. А не так, что сыну 30 лет он не работает, они его паразита кормят. Он самый настоящий кровосос. Не хочет работать, пропивает имение. А для него что? Для него камни на голову. Родители даже заявить, что он мод и пьяница, выведут за город и побьют камнями. Но сегодня этих правил нет. Сегодня за утерю девственности не убивают камнями. Но понимать надо, что наказание никуда не ушло. Это речь идет, отодвигается на вечность. А там упрощения нет никакого. Дальше. С 41 по 46 стихи. Тогда скажете тем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ. Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ. Нет, истинно говорю вам. Так как вы не сделали этого одному из сих меньше, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Толкование. Стоящих слева Господь посылает в огонь, уготованный дьяволу. Так как демоны безжалостны и вражеские расположены к нам, то прилично осуждается на то же наказание люди, имеющие такое же свойство, и за свои дела подвергшиеся проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовил огненное мучение, а для дьявола. Но я сам себя делаю достойным мучения. Представляйся, вострепещи человек. Вот посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, или совершили другое какое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищник и тот, кто много имеет и не оказывает милости, хотя бы явно и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет он более надлежащего, похищают у требующих, если они не получают от него, потому что, когда бы он отделил это для общего потребления, они не нуждались бы, а теперь нуждаются от того, что он запер свой излишек и присвоил его себе. Таким образом, немилостивый осужден будет, как похититель, ибо столь многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит. За сието и пойдут такие люди в муку вечную, никогда не скончаемую, а праведники в жизнь вечную. Ибо как святые имеют непристающую радость, так неправедные непристающие мучения, хотя оригин и баснословит безумно, обольщая неопытных, что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что некогда очищены мучениями будто перейдут в то место, где находятся праведные. Но слова Господа ясно обличают такую безумную мысль. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, и сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. Как козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от божественного света, по тому самому и составляет самое тяжкое мучение, что она удалена от Бога. Можно представить на это и следующую причину. Грешник, удалившись по грехам своим от света правды, и в настоящей жизни уже находится во тьме. Но так как здесь еще есть надежда на обращение, то эта тьма и не есть кромешная. А по смерти, если он не покаялся, настанет истязание, и его окружает кромешная тьма. Ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественной благодати. Пока грешник здесь, то хотя он и немного получает божественных благ, разумея чувственное благо, но все еще он раб Божий, потому что живет в дому Божием, то есть между творениями Божиими. И Бог питает и сохраняет его. А тогда он будет совершенно отлучен от Бога, не имея участия уже ни в каких благах. Это и есть тьма, называемая кромешную, противоположность теперешней, некромешной, когда грешнику еще остается надежда покаяния. Итак, бегом немилосердия и творим милостыню, как чувственно, так и особенно духовно. Питай Христа, алчущего, нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. «Ибо вера, живущая в христианине, есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. Если также видишь странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то веди его с собою посредством научения. Входи сам и его вводи, чтобы, проповедуя другим, самому не погибнуть». «Если кто совлекся одеждой нетления, приятой в святом крещении, и обнажился, то облеки его, римлянам 14.1, заключенного в темнице, то есть в этом мрачном теле, посети, просвещая его, как бы некоторым светом, своим наставлением, все сии виды любви совершая и телесно, и особенно духовно. Ибо как мы состоим из двух частей, из души и тела, то и дела любви должны совершаться двояко». Окончание главы. «Вот вопрос о вечном наказании. Вот безумный, там оригин, то другое, не настолько уж и безумный. Дело в том, что мы должны исповедовать, как святые исповедовали. Шарик, ну-ка, садись с кровати-то. На мою кровать залез. Это же моя кровать-то. Никогда не было. Надо будет это придумать потом. Более низко. Боловной тоже разбалывались. Вот смысл-то какой? Везде виден смысл. Я не отрицаю ничего. Вечно, значит, я исповедую вечное мучение. Так написано. Не так, что вечная радость признаваясь через запятую вечное мучение не признает. Признаем. Но смысл слова вечного имеет разный смысл. Святые это подробно изъясняют. Вечно, нескончаемое. Но они не отвечают на вопрос смысл этого мучения какой. Радость понятна. Прославление Христа. А, допустим, праведники, грешников не будут видеть. Они там мучаются. Видеть, значит, только Бог, видимо, ангелы. Богу это надо. Мучение. Смысл того же страдания, болезни в покаянии. Но если там за гробом нет покаяния, но, опять же, может только в этой жизни, пока идет история земли. История человеческого общества. Ну, как в это все вместить любовь Божию? Бесконечное милосердие Божие. Когда грешников он милует, проповедуемое было тем, которые в новом потопе погибли. Об этом Петр говорит во втором послании. Если свободный человек, работал где-то и полюбил ее, а она рабыня, вот в Расколе-то там это и есть. Он говорит, я свободный, но ты на рабыне, на крепостной женился, ты тоже теперь крепостной. Это по Слову Божию, по Библии. И он скажет, я полюбил ее, и у меня дети, и я хочу с ней быть. Тогда хозяин подведет его к косяку и шилом проколет ему ухо. Значит, дырочка, вот это, серьги и прочее, это все-таки рабство. Рабство перед наслаждениями, перед тем, чтобы хорошо видеть, проколет и будет рабом вечно. Как вечно? Неужели он в вечности будет еще рабом? Нет. Слово вечности означает до конца своей жизни. Вот слово вечно стоит, а смысл идет не о бесконечности, а от краткой временной жизни этого раба. И вечно означает, что его дети будут рождаться только рабами. И они будут передавать из поколения в поколение, вот дед-то или прадед мой так эту мою прабабку полюбил, что свободы лишился, и теперь мы рабы. А если он раб, а она свободная, про это нет в Священном Писании, полюбили. Но она перешла, ясно делал туда, переходит, где он. Закон такой вот есть, закон Моисеев. Вот. И поэтому слово вечно до конца мы не знаем, что оно здесь означает. А смысла нету бесконечно. Говорят, что такое бесконечность? Я слышал один рассказ такой. Представьте, говорит, гора алмазная, высотой до неба. Значит, выше Эльбурса, выше Джамалунгба. И туда в раз в сто лет прилетает воробей, чтобы почистить клюв. Воробей. Гора из алмаза, самого твердого вещества. И вот когда он всю гору и затрет, в сто лет один раз прилетает, тогда будет сказано, прошел один миг вечности. То есть, в разум человеческий не вмещается. Может, это для устрашения. Но Господь устрашает, так написано, неоднократно казнями, муками, златоузгами, для того, чтобы ты не попал туда. А сатана скрывает, ничего не будет. Иди, бери, ешь, пей, не умрешь. А Господь предупреждает, смерть, тут яма, там колье, ты обрушишься, ты пропорешь живот себе, ты погибешь. Чтобы не попал. Вполне возможно, вполне допустимо, что будет вечность для грешников не такой. У католиков счастилище. То есть, временное пребывание в муках, и они ощущаются через страдания. А счастилище в Библии нет ничего, но смысл-то в этом заложен. Покаяние есть, да, покаяние. А что убил на земле, кого-то там щикатило, что это для Бога-то значит-то? Когда те убитые, может быть, теперь они получили прощение грехов за то, что здесь претерпели. И он кается. Ну, в огне как не будет каяться, это ясно кается. Но есть такие, которые и там не каются, как Зосима, братья Карамазовых пишет, которые просят только об одном, чтобы Бог уничтожил сам себя. Не знаем. И когда я сказал, что я думаю, что слово вечность имеет другой смысл, это мое личное мнение, как на меня старобрядцы поднялись. Нет, вечно будет мучиться. Тогда я говорю, объясните смысл этого мучения. У Бога бессмыслицы нету. Но вечное мучение, в огне горения, муки, и описывает подробно, там блудник все время с желанием блудить, а нету. Какое там желание блудить, когда огонь горит внутри и снаружи? Не знаю. Но я склоняюсь к той мысли, что католики заложили здесь мысль. Мысль, что в конце концов и дьявол будет помилован, когда будет брошен в огонь, и все во всем будет Бог. Вот такое написано. И все во всем будет Бог. Тогда имеет смысл завершение любви. Божий план спасения во всеобщем спасении. Но через защищение. А что, человек разве ощущается в страданиях? А как же не ощущается? Все, вся Библия об этом говорит. Он мучается, страдает, переживает, как Давид за своего ребенка. У нас понятия-то нет. Вот Иоанну Креститель голову отрубили. Давайте посетить. Ну, отрубили уже. Давид говорит, ребенок ко мне не вернется, а я к нему уйду туда. Я постился, думал, Бог помилует, но не помилует, теперь смысла-то никакого нет. А у нас наоборот. Иоанну Креститель голову отрубили. Постный день, строгий пост. Вообще с чего? Он на небе находится. Какая печаль от этого, что он на небе, величайший из рожденных женами. Тут во все надо вложить мысль Духа Святого. А Дух Святой указывает, что все во всем будет Бог. Тогда меня спрашивают, а ты веришь, что вечное мучение будет? Меня не надо спрашивать, я православный. Я верю в это, вечное мучение. Но у меня остаются нерешенные вопросы, которые останутся для вечности. И тем более, если я грешник, я страшусь этого. И понятие о вечном мучении меня подвигло искать Бога. Это большой смысл заложен, что церковь толкует так, как написано, в буквальном смысле. Я думал, что я попаду в огонь, я не знаю, и буду по молекулам разобрать всю Вселенную, все звезды, и будет конец. Счет есть этому. Там в каких-то тысячных степенях, а мучения нет конца. На меня нападал такой ужас, мне никакой грех не казался сладким. Я даже воображал, что я на необитаемом острове, и вдруг туда прибило какую-то аборигенку. Стал бы я с ней жить, как муж с женой? Нет, не стал. Ушел бы в другой конец острова, и там бы жил один. Почему? Я не венчанный. У меня большой страх Божий был заложен. И это тоже стоит на месте. Поэтому этот вопрос я считаю до конца не освященным, в моем сердце, по крайней мере. И я к нему не прикасаюсь. Но исповедую, как исповедует Святая Православная Церковь. Вот моя позиция. Вы каждый верьте. Вопрос такой. А вы, Осипов, слушали лекции по поводу вот этих рассуждений? В чем-то у вас мнение с ним сходится или нет? Во многом. Именно я говорю о вечных мучениях. Ну, о вечном мучении, где он рассуждает, рассуждение его, не то, что там сходится, а полностью, что не может быть вечное мучение-то. Но он утверждает и пишет. Я не утверждаю и не пишу. Потому что мое православие основано на Священном Писании. Слова вечные стоит. Но вечные еще можно толковать. Но далее. И будет мучиться во веки веков день и ночь. Но это говорится о дьяволе. Но опять же, во веки веков, это означает, во веки веков тоже века эти кончатся, время остановится, времени больше не будет. И даже эти слова единственное место в Священном Писании, говорящие о вечном мучении, о бесконечном. И все равно они имеют что-то, что позволяет задуматься и думать, как оригин. А оригин не безумные слова говорил. О нем спор был у людей. От Бога ли его эта мысль, знания такие, знания, которых ни у кого таких не было. И от Бога это ли он просто самородок такой. И тоже вопрос нерешенный, хотя в житиях о нем обсуждают. И далее. Глава 26, первый стих. О, подожди. Так а 26 глава мы оставим ее. С первого стиха начнем. Итак, вот он бегал, бегал, давил, давил нас всех игрой. А теперь к матери подошел, и она его допустила и сосет. Ну-ка, мне встать надо. Видишь, присосался. Вот, тащится, как пиявка. Ну-ка, отойдите. Ой. Да, встать-то надо. Еще кран поднимать. Нога немела. О! Вот он. Видите, я поднимаюсь, а он присыпился. А, вот так. Все, шарик, закончилась утренняя гимнастика. Ну-ка, ну-ка, что такое, все такое, а? Ну-ка, я сейчас его отпущу маленько на минутку. Как он будет? Ну-ка, посмотрим, что будет. Как ты с ними привык? Иди. Иди, гимнастика. Шесть часов уже. Сейчас, а? Шесть часов, новости. Ага. Ну-ка, как он подойдет? Посмотрите за ним. Этот шипит на него. Расфуфырился. Маленький. Сейчас он пошел. Посмотри, где он закончит свое путешествие. Сейчас он ногу поднимет. Пошел, пошел. Вот теперь без цепочки, совершенно свободно. Как он пойдет? Насколько его хватит? А вот этот он не заметил лежит. Главное, один раз он тут прошел, не видел. А она вот здесь стояла. Она как харкнул на него. Вот так вот. Как он бросился назад. Все. Она его ни разу не ударила, ничего. Только тут он на кровать заскочил. Вот даже животных, вот смотри, как они уже ведут себя спокойно. Вот надо примерять. Вот он потихоньку идет с осторожностью. То есть они знают, сюда он не заходил. И он привязан. Они к нему привыкли. И вдруг он отвязанный. Пошел цепью, не гремит. Он сейчас вот так развивается. Он все вынюхивает. У него главное это нюх. А эта вчера подошла к нему нос к носу. Подошла, и он даже никаких. А то он ее боялся. А та наоборот его боится. Вот и видишь, как идет. Надо примерять всех с Богом. И не злиться друг на друга. О, сейчас последнее известие дадут. Ну и все. Вот он такое у меня. Вот он. Вот он.